Всем привет, с вами я Женя, и сегодня мы будем играть во вторую часть Шоу Найт, по названию Шоу Найт Дик, но это конечно не вторая их игра, но в этой игре мы будем играть за лопатного выцаря, это будет предыстория первой части. Игла теперь перешла в логарик. И дизайн еще изменился с первой части, можно сказать, он такой более или не резиновый, а можно сказать мультяшный стал. Конечно, я не очень люблю логарики, но это игра, логично, мне она понравилась, потому что это предыстория первой части. У нас пока что денег нет. Конечно, я эту иглу ждал. Во-первых, то, чем отличается игла, то, что в ней теперь можно копать не только ящики, не только мешки, камешки, здесь можно теперь просто копать в землю. Ну, а раньше можно было копать в кучки, а теперь фактически любую объекту можно копать. Сейчас еще отличается и по тем, что игла стала теперь горя. Больше было слева напала или сплава налево, а вот теперь только вниз, видимо. Видите? Открылся. 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 еще когда он копает, он перемещается это вокалик, но в нем все равно есть в этой игре секреты и я, когда я стриму до этого видео, уходи в эту игру и скажи, что здесь не так уж и мало комнат, у вас вакансий все ммм, трава тут молок находится стреляет все огни, притягивает к вам алмазы даже сквозь землю это хорошая штука там, не хватит давайте палочки давайте по огненному палочкам когда мы собираем три шестерки, мы можем грубать либо жизни, либо случайный полимет это жизнь здесь есть развивка либо там, где шесть пела пела пойдем там, где пела пела игла небольшая игриная шахта игриная шахта игриная шахта игла не очень большая но я ее выходил за несколько дней потому что до нее я проходил белую часть и они немножко отличаются ну как-нибудь сильно, я бы сказал а сейчас не хочется сказать ну просто так же копаешь в чем отличие потому что игра поменялась динамик иглы даже не и еще в игре есть смысл в том, что за одно похождение нельзя увидеть все локации это такая все говорят, что можно перепойти его еще если хочешь посмотреть все локации и всех боссов и еще конечно в каждой локации есть свой босс есть в этой игре есть боссы из первой части из первой игры ну и свои здесь боссы тоже есть боссы придумали только для этой игры вот вот как вы видите наверху это по-моему ежедневные списки видео тут ежедневные можно сказать задания ежедневные здесь персонажи появляются здесь здесь еще могут появляться боссы с ними можно поговорить только я так и не понял как они появляются как я понял за победу они и появляются собираемся попробуем попробуем пойти уже уже до боссы подверг 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 я скажу что мне не все дается тут белая локация потому что здесь очень много летающих логов и они прямо прямо в трубу облему стоят и 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 хотел дождь вначале конечно будет тяжело, а потом будет немного попозже товарищи приехали у нас тут ничего не хватает, этого жука вы можете видеть конечно в первой части в ловне, не волненого выцеля, это колота подземного выцеля в доступности можно себе изменить жизнь, а то что у вас будет не 4 жизни продолжим 8 жизни в начале игры я немножко поиграю, так, если мы не пойдем, то понятно то я включу себе дополнительные линии, чтобы вы просто больше видны интересного а еще смысл в том, что когда персонаж выиграет, он автоматически у него автоматически лопата направлена вниз а раньше это ты направлен это матрич а еще если ты бонус сбивающий стередки все 3, то тебе дают деньги и немножко еды дверная шахта 2 и если на этой игре мама дают еду, вы просто не за шестеренки как ланчи это потому что система изменилась вот и пока и сейчас точно зайдем с кого до босса дойдем, потому что 3 этапа и 4 этапа и я в конце 3 этапа и 4 этапа с кого до босса дойдем нас ждет босса. Еще отличается босса тем, что у них локации изменяются, ну и логично, потому что это логатя вообще-нибудь. О! 180. Нормально. Ух ты, не взял шестеряночку-то. Так, я забыл, что дает мешок. Ух ты, не взял шестеряночку-то. Так, я забыл, что дает мешок. Стеклянный, который ломается после каждого удара, есть там очень. А, мешок это... Спас, все эти вещи, вещи дают. Вот из чего нужны. Включи, чтобы открывать двери и сынники. Вот еще один. Дверь. За высоту, я не помню. За высоту, что-то. Ох, что жизнь, маловато. Вот ты, босс. Грибная выцельная. Босс хитрый. Потише. Потому что... Его нельзя бить. Победил все же. Мы практически победили. А я тебе доступность? Переключим, потому что... Чтобы больше посмотреть. Так, скорость его дополнительно издавалась. Вот так я сделаю. Ммм. Опа, она. Ммм. Ммм. С пилой. Придет. И она сможет тебя запаснуть. На кого-то может быть это и минус. Ммм. 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 Тамбик, по моему мнению, не такие уж и сложные. Он может, можно честью пойти. Вот это лежит. Здесь Далое тоже временное, потому что после смерти отбивает его, а вот в самой первой игре, по лопатному лице, там я отбиваю дополнительную жизнь, которую я покупал. Ну здесь еще их можно найти за закладами дверями. Это не очень сложно, потому что можно их попать же. Еще один. Поехали. Большое пищо. Ладно, вот. то же самое получается говорит еще все зависит от поля, от локации какая будет вот сейчас повезло с локацией вот всего два вас уже сейчас будет отсылка на первую часть когда нам дают деньги и вороги появляются постепенно ну и сейчас мы войдем в логово подземного рыцаря который здесь уже не огненный, а водяной здесь после двух первых можно уже будет выбивать куда вы пойдете а еще есть деревянные ключи вот это не хватает не хватает не хватает не хватает обидно то что там мелочь нужна всего не хватает но но его не хватает не хватает Клабы какие? Уполнение. Ну а кошки? О, повезло. Давай, не сюда. Вот, подойдем. Вот так вот. Вот, когда у вас такие эффекты появляются, то что камни падают, это значит то, что слишком долго выстрелить. Так, на жизни лучше. Пузырьки, знаете, пузырьки? Тайный фонтан 2. 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 Сколовый босс. И последний с сектом этого пугового. Еще здесь есть мини-босс. Вы можете его узнать по первой части. На него там дали что-то. Но я, конечно, это все пропустил. Еще эти ваги есть, которые из овня летучего выцаря. Только они здесь прям очень большие. Вот это плохо. Прям успел. Вот так вот. А есть вот такие блоки в виде пузырей. И-босс. 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 Здесь, конечно, отречается. Ну, с опелым дизайном. И немножко атаками. Например, он может. Пузыри, по-моему, создавать. Да. Приставим босс. Надеюсь, что появился с термином в этой части. Сердежим. По-моему, этом все. Ой, это неприятное слово. С днем. Босс. 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 Продолжение следует... 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 Босс, жучи на улице. Но не особо сложный босс отвечает первого товарища. Но зато он очень разнообразный. Ну, конечно, живнее. И третий босс уже готов. И последняя локация. Это замок Бувильного Луцаря. Одна из самых неприятных локаций. Теперь потому что везде тебя стреляют огромные алболеты. Которые переболачивают. Крутятся. Какие неприятные локации. Вот сейчас не попалил, болит. Твою. 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 Интересно. Поиграл. Там в конце. Вновь. 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 отправить в любую локацию за деньги а ну ладно, дорогие друзья дайте прощаться всем по каналу